доброго времени суток дорогие друзья меня зовут юрий я приветствую вас на своем канале лезвия бритвы очередной день очередное бритье и сегодня наверняка я один из последних хочу протестировать очень интересный для меня станок почему один из последних давайте переместимся вместе со мной на первый крупный план познакомимся с теми кто будет сегодня у меня на брите и вы поймете о чем я говорю и чаша у меня сегодня идет первым номером как всегда и эта чаша от канала мужской мир ребят из новокузнецка чаша как вы видите керамическая из глины имеет рисунок паутины очень мне нравится именно за счет этого рисунка называю ее уж простите меня спайдермен очень удобная ручка неоднократно было у меня на обзорах очень приятно держится в руке прекрасно сбивается но пена в ней никаких нареканий к чаши нет единственное нужно опас относиться к ней осторожно использовать ее осторожно потому что как вы понимаете чаша может разбиться если ей не аккуратно пользоваться но я не считаю это недостатком просто каждый должен использовать ее как я еще раз хочу повториться аккуратно чаша от мужского мира взбивать мы сегодня будем было феномена капучино мне очень понравилось да да и было мне очень понравился аромат это действительно настоящая капучино прям так и хочется знаете зачеркнуть зачеркнуть пальцем и попробовать на вкус также ли она вкусная как какой вкусный аромат имеет как вы поняли еще раз хочу повториться было капучино делает феноменом вячеслав были у меня уж на канале несколько других мыл от этого артизана мне честно скажу понравилось и я надеюсь что и данное мыло сегодня меня не разочарует обязательно его попробуем взбивать же я сегодня буду все это богатство помазком симса и именно командор x3 это помазок как вы можете видеть это басук получил купил я его у своего друга из москвы максима носова и вообще можно сказать что именно благодаря максиму сегодня состоят состоится бритье такое какое оно есть потому что и бритву который я сегодня буду показывать я тоже приобрел у максима за что ему конечно же большое при большое человеческое спасибо помазок я так понимаю это узел 24 миллиметра друзья мои я могу ошибаться но мне так кажется очень мягкий я его еще не использовал но то что я чувствую то что я вижу довольно упругая набивка симпатичная ручка ну симпсоны и симпсоны как вы понимаете это ручная работа как заявляют всегда симпсоны мне очень интересно как поведет себя сегодня на бритье данный помазок как он собьет мыло от феномена но мы с вами совсем скоро это увидим друзья мои и так симпсон командор x3 ну и плавно переходим конечно же к основному участнику сегодняшнего бритья а именно как вы все можете видеть это станок от хом лайк шевинг от вадима иванова давно хотелось попробовать данный станок это старт хочу сказать я еще не не объявил об этом это старт и давно я хотел попробовать именно старт искал плиту одну которая меня интересовала это именно плита 118 долго консультировался с разными любителями нашего влажного классического бритья и все сошлись на мнение что именно данные бритва именно данный вылет гапа самый идеальный еще раз хочу повторить что приобретение данного станка мне помог максим носов и я ему за это благодарен приобрел я его в комплектации голова 118 у меня здесь вернее плита 118 очень тяжело достается станок из коробки что конечно же является больше плюсом чем минусом и у меня также есть плита 0 9 вот как вы видите от home лайк шевинг и это при так как вы можете заметить открытая голова 118 закрытая друзья мои 0 9 плиту я не хотел покупать но так как станок продавался именно в такой комплектации я купил то что есть и в принципе я не расстроен по этому поводу но сегодня у нас на обзоре конечно же плита 118 что я могу сказать о станке станок сделан конечно добротно я не могу утверждать какая версия этого станка я думаю вторая версия но если честно я у максима не спросил забыл спросить и не могу боюсь ввести вас заблуждение поэтому друзья мои будем проверять только сам станок старта какая именно это скажем так реинкарнация данной бритвы я все-таки затрудняюсь сказать и так станок красивый на мой взгляд прекрасно выглядит визуально есть различные надписи как вы можете заметить сейчас я попробую навести резкость вы увидите есть и надписи и указывается габ 118 это что сделано в россии конечно же повторяю станок не новый поэтому и вы видите небольшие царапины на нем но я считаю что это не так уж и страшно нам главное сам станок и как он бреет разобраться в этом с вами хотя по моему данный станок уже испробовали практически все блогеры в ютубе и я можно сказать буду играть заключительную скрипку в данном оркестре но и тем не менее мне давно хотелось его попробовать я давно хотел составить мнение о данном станке и я с большим удовольствием повторяю приобрел данную бритву ну а лезвия посоветовавшись друзьями я решил поставить фетер не могу сказать как поведет себя на таком большом гапе на 118 данная лезвия но если честно мои коллеги как с которым я общаюсь в чате лезвия бриты многие утверждали что именно агрессивные лезвия лучше всего играет в данной бритве что кто я такой чтобы спорить тем более я не пробовал этот станок и поэтому я с удовольствием сегодня побрею федером уж простите мне мои друзья что у нас как-то совсем часто стали появляться на обзорах именно данные лезвия но никуда не денешься и так лезвие федер лезвие упакованы и присутствует клей на самом лезвии но я думаю многие знают что за лезвием японского производителя и поэтому долго рассказать о них не имеет смысла и так вставляем голову 118 вернее плиту 118 как вы видите сам лезвие стала ну идеально без всяких танцев с бубном что он говорит больше в положительном ключе чем в отрицательном а данном станке да и вообще друзья мои я скажу так пока я не попробовал бритву я не могу сказать какое отношение я к ней испытываю скажем так я всегда раздаю авансы перед бритьем любому производителю потому что как любой покупатель я все-таки хочу что бритва которая была куплена мной брила меня все-таки больше хорошо чем плохо если вы конечно поняли о чем я говорю в своем немного сумбурном сообщении и так друзья по мне такого лезвие стало вполне хорошо вы можете заметить гап на данном надо в данной голове ну и мы с удовольствием с вами по крайней мере я с удовольствием и с большим интересом хочу проверить как же сегодня будет брить меня данная бритва и заключение я хочу показать лосьон который я буду сегодня использовать на этом бритье это кузнецкий мост от новой зари многие очень многие хвалили данный лосьон после бритья я уже понюхал его конечно же как получил посылку от максима большое большое спасибо максиму за то что он помог мне приобрести данный лосьон вообще я еще раз хочу повторить слова благодарности максиму потому что как вы понимаете сегодня основные участники моего бритья это по из посылки который прислал мне максим это и бритва это и помазок это и лосьон поэтому еще раз хочу поблагодарить максиму за то что он помог мне приобрести все эти прекрасные вещи для бритья и так аромат это классические фужерный аромат с большим уходом сладость это то что я понюхал почувствовал в первых нотах я не могу сказать как он себя поведет на моем лице на коже но то что я почувствовал сейчас мне очень и очень понравилось довольно таки замечательный достойный аромат и я с удовольствием испробую данный лосьон и так друзья как вы поняли моё моё представление закончилось и я с большим интересом и с большим удовольствием хочу поскорее попробовать всех данных участников сегодняшнего обзора и предлагаю вам переместиться вместе со мной на более общий план мою ванную комнату и посмотреть как же будут развиваться события в сегодняшнем бритье ну что ж мы познакомились с теми участниками которые будут сегодня меня брить и я предлагаю приступить увлажнению щетины щетина у меня трехдневная и я сегодня воспользуюсь пришивом от элеси уже можно сказать завсегда тай моих обзоров и ее аромат golden sunrise насколько я помню могу ошибаться друзья мои но насколько я помню это реплика на аромат ван миллион от пакарабан если что я думаю олеся поправит меня в комментариях почему выбор пал именно на этот пришейф потому что я считаю его довольно таки приятным фунжерным ароматом очень вкусный мне очень нравится и надеюсь как любые пришивы от олеся он справится прекрасно со своей работой а я друзья пока увлажняется моя длинная щетина предлагаю переместиться на второй крупный план и посмотреть как же сегодня собьется мыло от вячеслава феномена ну что ж друзья приступим к убиванию пены мыло капучино чаша мужской мир капучино феномена вот такая вот бляба у меня есть в наличии благодаря николаю мыло довольно мягкая поэтому я не хочу взбивать ее по-листопадовский давайте возьму еще чутка люблю когда много сейчас вот утром будем мыло чашу да довольно мягкая субстанция это конечно же еще не крем но все таки уже и не твердое мыло немного сполоснул палец чтобы не скользил помазок у меня замачивался примерно 10 минут слегка стряхнул довольно таки даже можно сказать не слегка вот так вот он выглядит в замоченном виде и приступим друзья мои да судя по всему я очень не пожалел мыло потому что пена регенерируется бодро и у меня там на дне еще но очень много мыло ну ничего страшного значит между обзорами я его буду домыливать аромат конечно же у этого капучино ну прям просто капучинистый скажем так очень-очень вкусный аромат я конечно же преклоняюсь перед артизанами перед всеми артизанами которые так бесподобно научились передавать ароматы просто сказочное волшебство какое-то у них тут у меня ворсинка она убежала от помазка но ничего страшного потом в процессе бритья когда она мне будет на лице мы ее конечно же снимем да очень легко хорошо сбивается пена имеет такую прекрасную консистенцию как все мы любим такая пышная не за воздушная помазок как вы видите вобрал себя но просто колоссальное количество пены но и как вы видите в чашки самой тоже довольно много данной субстанции просто друзья мои тут больше делать нечего как вы видите все довольно таки приятным взгляду приятно глазу я взбиваю пену только из-за того что мне сам процесс нравится она уже готова и конечно же если я добавлю воды хотя этой принципе не сильно нужно то у меня увеличится в объеме уже это пена которая и так которые так довольно таки много все друзья мои ничего тут больше веселиться посмотрите сколько всего я оставляю это так и в процессе бритья мы уже посмотрим дальше как поведет себя мыло от вячеслава от феномена ну а я предлагаю переместиться уже на последний общий план и посмотреть как же все это счастье будет меня сегодня брить ну что ж друзья все около бритвенные вещи закончены сделаны знакомства взбивание пены увлажнение щетины и я немного убрав остатки пришива своего лица приступаю к нанесению пены на моё лицо помазок довольно мягкий и даже вот если я сейчас протестирую вот эти вот массажные движения хочу сказать что абсолютно не колки то есть абсолютно хорошо дает пену которую щедро в себя вобрал пена очень мне нравится такая пышная вообще друзья мои хочу сказать что я очень приветствую всех ремесленников которые делают такие замечательные вещи я сейчас говорю о ремесленниках который как конечно же живут на постсоветском пространстве это и киев и белоруссия и конечно же сама россия и сегодня они принципе очень ярко представлены у меня на обзоре это и мыло от вячеслава это и чаша от ребят с мужского мира олег привет ну и конечно же виновник сегодняшнего торжества бритва старт и ее голова с гапом 118 лезвия федер ну что друзья приступает бритью посмотрим я все-таки возлагаю большие надежды на данную бритву очень хочу чтобы она мне понравилась скажу вам честно без всяких яких и так приступаем по первому проходу по первым стежкам стежкам прохода хочу сказать то что мне сразу пришло на ум о данной бритве она требовательна к углу но этот угол ищется практически автоматически поэтому никаких проблем с поиском угла я не не вижу для гапа 118 я скажу довольно довольно мягкая бритва ну или скажем так комфортно снимает тоже довольно достойно я вижу как это на длинной щетине происходит возможно вам не так это хорошо видно но я вижу что нареканий у меня к этому моменту нету единственное что вы знаете немного скользковатая ручка если рука мокрая это немного мне не нравится но вытрем руку и все станет на свои места а бритва позволяет повеселиться я не веду немного расслабить все части вашего тела угол атаки конечно же бремя ся от верхней плиты но по крайней мере мне так комфортно бриться если мы переключимся на брите от гардер скажу вам честно друзья мои это некомфортно поэтому сразу и находишь этот угол который наиболее комфортный знаете друзья мои если смывать пену со станка в чаши как делаю вас постоянно я для того чтобы не забивать звуком плющийся воды мой голос то он не очень хорошо смывается возможно это вязкость пены так такая консистенция что я сбил сегодня что она не очень хорошо смывается со станка но проверим это чуть позже посмотрим как это будет происходить дальше а сейчас друзья мои первый проход закончен я в принципе пока доволен приступаем ко второму я конечно считал на различных форумах русскоязычных не очень лестные отзывы о ароматах феномена и хочу сказать друзья мои вы придирайтесь очень но по крайней мере те ароматы которые я использовал уже а их примерно уже было четыре или пять всем не понравились вполне 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 достойные ароматы и прекрасная пена я получаю удовольствие от нанесения данной пены мне так и хочется продолжать и продолжать поэтому я говорю то что я чувствую а верить вам или нет мне поверите ли вы мне я хочу сказать это конечно же ваша прерокатива скажем так старт 18 федер мое лицо второй проход еще забыл упомянуть и это важно мне очень нравится когда лезвие по краям не выступает из самого станка и в данном конкретном случае она не выступает прекрасно я не могу сказать сколько стоит сейчас данный станок и продается ли он вообще насколько я помню там какие-то эксклюзивные партии были в последнее время мне обошелся этот станок вместе с двумя плитами в 6000 рублей но не забывайте я покупал его срок вполне приятные деньги по крайней мере пока то что я чувствую за этот станок плита 118 повторяю так 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 Интересно. Хорошо, действительно хорошо. Я не знаю, что там с другими плитами. Пока, не знаю, скоро совсем проверю 0,9, но нельзя, не зря, друзья, коллеги, мне рассказывали про хорошую 1,18 плиту. Ну, не зря. Второй проход закончен. Я все еще пребываю в приятном, скажем так, в приятном чувстве. Мне пока все нравится. И я предлагаю перейти вместе со мной на третий проход, на так называемые добривки. Или, как мне уже указали в комментариях, что мои добривки не совсем добривки. Поэтому давайте будем именовать мой третий проход полноценным третьим проходом. Итак, друзья, я продолжаю. Между каждым проходом я споласкиваю лицо, чтобы добавить немножко влаги на само лицо, если это нужно для пены. Поэтому, друзья, может показаться, что я разбавил саму пену. Но нет, это просто влага на моем лице. С пеной я ничего не делал после того, как сбил ее. Замечательный, замечательный продукт. Браво, Вячеслав. Итак, третий проход, добривки. И я начинаю выискивать ту щетину, которую... Мне кажется, надо сблить. Довольно. И я вижу... Смотрите продолжение в следующей серии. Интересно. Я ловлю себя на мысли, друзья мои, что мне нравится влиться этой бритвой. Вот прям совсем не ожидал. И не важно, какое, скажем так, отношение, какое чувство я питаю к самому Вадиму в Home-like Shiving. Абсолютно не важно. Я могу, положа руку на сердце, сказать, что мне, хочу повториться, нравится бриться этой бритвой. Но еще раз хочу повторить, что именно эту голову мне рекомендовали попробовать в первую очередь. За что я, конечно, благодарен моим друзьям. С телеграм-чата «Лезвие бритвы». Я побрился. Это был интересный опыт. Прошу вас пару секунд на умывание, и я возвращаюсь к вам для нанесения автошейва и подведения итогов. Оставайтесь со мной. Ну что ж, друзья. Я вернулся, и сегодня я буду проводить свой алунитовый тест на новом алуните. Он совсем еще новый, еще маленько ребристый, что не очень хорошо для, как вы понимаете, для побритой кожи. Или это не алунит, или мой эпидермис абсолютно не пострадал. Ну, то есть, от слова совсем. Не знаю, что вам даже и сказать. Интересно. Как вы знаете, я недолго держу алунит у себя на лице, поэтому тут же его смыл и вытер на сухое лицо. Не люблю наносить лосьон после бритвя на мокрое лицо, на мокрую кожу. Я не знаю. Скорее всего, для продуктов масс-маркета не нужно делать таких движений. Я думаю, у них все давно уже смешалось и так. Ну, есть какой-то дозатор, не могу сказать какой. Сейчас посмотрим, как он поведет себя. О, хорошо себя ведет. Такие дозаторы я люблю. Мы сами понимаем, сколько нам нужно того или иного лосьона вылить в ладонь. Вкусно. Ничего не могу сказать. Хочу еще. Хочу еще. Он, конечно, спиртовой. И, возможно, спирта тут и не пожалели. Но, если честно, мне как-то, ну, совсем не печет. Не могу сказать, друзья, сколько процентов алкоголя в данном лосьоне. По мне, так немного. Но не забывайте, я люблю пожестче. Если вы меня понимаете. Итак, друзья, приступаем к подведению итогов. И первое, что я хочу сказать, это пару теплых, добрых слов. Мыло феномена, капучино. База, это у нас Russian Pioneer, русский пионер. И я хочу сказать, это твердая, точная, зачетная пятерка. Как по аромату, как по пене, как по всему тому, что мы ждем от мыла. Можете посмотреть, сколько у меня еще осталось этой прекрасной пены в чаше. Довольно много. Сколько у меня осталось его в помазке. Сейчас я еще сделаю свое приятное, приятный тест на руки. Очень мне нравится, очень мне нравится, как ведет себя пена на руках. Пена показала себя прекрасно. И во время бритья, если вы помните, скольжение и постскольжение было на замечательном высоком уровне. Она абсолютно не просела за те 40-50 минут, которые я снимаю обзор. И я этим очень доволен. То есть, друзья мои, полная рекомендация к приобретению данной продукции. Пиват, браво. Я даже не знаю, что еще сказать. И я перехожу плавно к помазку. Как я говорил, это Командоры. Да, Командоры. Икс третий. Я не знаю, есть, наверное, икс второй, икс первый еще. Они, наверное, еще меньше. Значит, помазок мне понравился. Мягкий, довольно упругий, но в то же время не колкий. Прекрасно справился с работой. Отдает совершенно не жалеющий то, что вобрал в себя. Красивая ручка. Даже в большой чаше, при не самом большом размере, он показал себя на удивление хорошо. То есть, я покупал его благодаря Максиму. Я покупал его с рук не на сайте. То есть, помазок не новый. Но меня это не сильно напрягает. Я когда получил, я его промыл. И я уверен, что и Максим его промывал. Так вот, получил я его за половину стоимости той, которую он стоит на оф-сайте данного производителя. Чему я несказанно рад. И вообще, все вот такие вот приятные покупки, которые делают со мной довольно часто, меня не перестают радовать. Спасибо, Максим, большое за прекрасный помазок. Я получил массу удовольствий. Покупать его за полную стоимость, друзья, это каждый решает сам для себя. Он стоит довольно таки, насколько я помню, не слабо. 75. На сайте так вообще производителя 75 фунтов, насколько я помню. Но это крутовато, конечно. Хотя помазок отвечает всем, ну по крайней мере, моим желаниям. И не купив его у Максима, возможно, я его бы купил и на самом сайте. Как я сделал это с моим помазком, который Чупи 3. Но, зачем мы будем говорить, что могло бы произойти, если это уже произошло. Итак, помазку, мыло и, конечно же, чаще от ребят с мужского мира я оставлю твердую точную пятерку. Замечательная продукция, которую я не устаю нахваливать из обзора в обзор. Но, друзья мои, я не просто их так хвалю. Они действительно дарят мне приятные мгновения. Поэтому я не вижу никакого повода, знаете, так хейтериться или набрасываться только из-за того, что мне, допустим, не нравится кто-то из производителей, хотя это не так, я абсолютно индифферентно отношусь. Или даже больше, вполне с более хорошей точки зрения, не точки зрения, а с хорошим отношением отношусь ко всем ребятам, которые занимаются таким благородным делом. Спасибо и мужскому миру за то, что радует нас своими чашами. Спасибо Вячеславу Феномена, который делает, на мой взгляд, прекрасное мыло. Ну, Симпсонов благодарить не буду, их и так, я думаю, все благодарят. Все-таки 100-летняя история, даже более чем 100 лет, история изготовления помазков, ребята, давно в теме, и поэтому в рекламе не нуждаются. Хотя я и, как вы помните, не рекламирую сильно ту продукцию, а просто высказываю свое мнение об этом. Итак, друзья мои, я закончил с помазком, мылом и чашей, и плавно перехожу к бритве. Старт с плитой 1.18, с лезвием Feather, показала себя, ну, действительно, с очень хорошей стороны. Это довольно приятная, довольно мягкая, на мой взгляд, бритва, хотя выбрела она меня, ну, просто замечательно. Нет никаких нареканий, это именно то бритё, которое нужно мне, которое я, в принципе, ожидаю от каждого бритья. То есть и частота меня полностью устраивает, и так как вела себе бритва на моем лице, и даже то, что я поставил сюда агрессивные лезвия, и, в принципе, и гап довольно-таки агрессивные. Если я помню, у меня нет ни одного станка с таким агрессивным гапом. Меня просто очаровали. Хочу сказать спасибо тем людям, которые сделали данную бритву. Я уж точно не знаю, кто участвовал в разработке, кроме самого Вадима, но ребята, по крайней мере, с этой плитой угадали полностью. Она прекрасно бреет, и всем не нравится. Небольшие нюансы. Конечно же, это ручка, которая довольно-таки скользкая, но, насколько я знаю, они давно уже исправили подобную проблему в дальнейших своих бритвах, которые, как вы помните, как вы знаете, у них достаточно много. По большому счету, больше сказать нечего. Если вы задумываетесь о покупке станка Start, то я, по крайней мере, сейчас, как говорится, именно в данную минуту могу рекомендовать вам смело покупать плиту 1.18. Замечательная брита. Скорейшем, я не думаю, что самый ближайший обзор, но, может, через обзор я, конечно же, проведу тесты на голову 0.9 ГАПС, открытая голова. Но, хочу сказать, 1.18 мне действительно, мне действительно очень понравилось. Прекрасная бритва. Я просто не могу ничего сказать против, даже если бы хотел. А я не хочу. И я заканчиваю лосьоном Кузнецкий мост от Новой Зари. Друзья мои, конечно, если честно, самого аромата я уже не чувствую. Хотя прошло каких-то 3-4, максимум 5 минут. Но то, что я чувствовал из пузырька и на своем лице, это было действительно феерично вкусно. Это сладкие апельсины. Ну, давайте я еще попробую напомнить себе. Может, в руках осталось. Может, я просто грешу. Но нет. Лучше 1 раз пузырька. Так вот, то, что мне показалось, это сладкие апельсины. Это свежесть полевых цветов. Немного, знаете, с таким уходом в легкую солнечную пыль. Когда цветы долго стоят на солнце, знаете, где-нибудь в сельской местности, где есть рядом такая же сельская дорога, они слегка припыляются, если можно так сказать. И вот этот аромат мне действительно очень нравится. Очень сладкий, очень насыщенный, очень вкусно цветочно цитрусовый. Спасибо, что порекомендовали мне его купить. Я нисколько не жалею. И в дальнейшем буду им пользоваться. Единственное, что очень быстро ушел сам аромат. Я уже к этому отвык. Я уже разбалован нашими артизанами. Они у нас стараются, я не знаю, как-то добавить что-то, что аромат закрепляется на долгое время. Так было у Катюши Катриндо, так было и у Олеси Арефа Суап. Действительно, их ароматы держатся долго, несколько часов, и этим они меня еще больше подкупили. Что же касается Кузнецкого моста, справился он со своей задачей хорошо, но у меня не было сегодня некомфортного бритья. Возможно, и были где-то какие-то микро-микро порезы, которые даже я не видел. Возможно, он их заживил, но, по большому счету, претензий к нему нет. Вкусно, хорошо, кожа хорошо себя чувствует, но, наверное, скорее всего, за это нужно сказать спасибо больше мылу, чем лосьону. Хотя, наверное, все вместе этот симбиоз и создает нам вот такие приятные ощущения на нашем лице. А я, друзья, все рассказал, все показал, и на этом хочу заканчивать свой обзор. Я хочу попросить у вас, мои дорогие друзья, ставить мне лайки. Не забывайте ставить дизлайки. Очень как-то последнее видео набрало хороший процент дизлайков. Не знаю, кого уж я там сильно обидел, но, друзья мои, от своих слов я отказываться не собираюсь. Все, что сказал на прошлом обзоре, полная правда. Для меня, еще раз повторяю, и то, что вы посчитали мои слова, наверное, немного неправдивыми, или кого-то я задел, уж извините, это мое личное, конечно же, субъективное мнение. И, по большому счету, ваши дизлайки меня нисколько не расстроили. Ну, на этом мы о лайках и дизлайках закончим. Пишите в комментариях, рассказывайте друзьям, делиться видео, я не знаю, не до такой степени интересное видео, чтобы делиться им со всем остальным миром. Кому интересно, рассказывайте о моем канале, я буду только благодарен вам за это. А я, в самом конце своего обзора по старой доброй традиции, хочу пожелать вам, вашим семьям, вашим дорогим, родным, любимым людям, счастья, здоровья, наслаждений побольше. А я на этом прощаюсь, до скорых встреч, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»